Рабочая неделя губернатора началась под звуки классики. Станислав Воскресенский посетил Ивановский музыкальный колледж. Образовательное учреждение – одно из старейших музыкальных училищ в России. Было открыто в 1913 году. В нашем учреждении 9 специальностей. Общая численность детей составляет у нас свыше 170. Поэтому очень радует, что наши дети совместно с нашим педагогом показывают высокий результат. В учебном заведении готовят музыкантов, певцов, дирижеров. Студенты колледжа – неоднократные победители престижных творческих конкурсов. Зачастую ивановские выпускники продолжают обучение в самых лучших консерваториях России. Мечта колледжа установить в своем концертном зале орган, чтобы молодые дарования смогли освоить этот невероятно сложный инструмент. Мечте уже много лет. И, конечно, с просьбой обратились к губернатору. Мы говорим о том, что нам даже в рабочем режиме он нам необходим. И для репертуарного того, чтобы мы действительно могли расширить свой репертуар, нам необходим орган. Даже в стандартах сейчас указано, что это идет как дополнительный инструмент. Для организации обучающего образовательного цикла. Смотрите, я согласен. Но если сделать орган, надо сразу понимать, что здесь должен быть орган обучающий. А у нас-то педагога-специалиста. Станислав Воскресенский просьбу обещал обдумать. Возможно, в Иванове удастся организовать камерный органный зал. Еще одна не менее важная просьба о присвоении колледжу имени Рахманинова. Но поскольку имя великого композитора связано с Кинишмой, положительное решение может быть принято только в том случае, если колледж откроет там свой филиал.